Для меня очень важно высказать здесь, потому что событие с этого фестиваля науки неординарное, я считаю, что очень важное, которое позволит мне, к этому городу, быть еще более таким видимым на карте науки в нашей стране, не только в нашей стране, потому что, вы знаете, что фестиваль также организует различные телемосты, в том числе с инвентарными лабораториями, и я считаю, что это крайне важно, потому что все-таки в современном мире, в современном демократическом мире, в котором вы следите, наука финансирует, науке поддержка определяется налогоплательщиком, то есть населением. Для того, чтобы наука хорошо развивалась, нужно, чтобы тебя население понимало, то, что ты делаешь. Вообще, в фундаментальной науке иногда непросто рассказать, что ты делаешь. И в советское время, ну, я бы сказал, что не было вот таких вот традиций, чтобы доводить, ну, не было наукоплательщика, не было таких традиций, чтобы доводить вот все карты для различных групп населения, там, для домохозяек, для школьников, для тех, которые здесь в леса входят, что такое фундаментальная наука. Сейчас это очень важно, не только потому, еще раз скажу, каким-то демократическим государством, и получать финансирование, законное финансирование, которое одобрено налогоплательщикам, но также еще и потому, что фундаментальная наука становится все более интересной, но и все более дорогой частью вот этого бюджета. И для того, чтобы получить серьезную поддержку для строительства нового группа, установок, центра коллективного пульса, которые сейчас, во всем мире, являются узницами научных результатов, конечно, нужна поддержка. Нужна поддержка, чтобы вы в своих работах знали, не знали, не знали только в городе, только в стране, но во всем мире. И сегодня я расскажу вам о такой очень интересной стороне фундаментального знания, которое в последние годы привлекает все больше и больше внимания. Это сверх-коримпульсное лазерное излучение. Фактически речь обойдет о путешествии к лучшему времени, приблизительно похожей на то, что мы с вами привыкли или понимаем пространство с помощью микроскопа. Вот был микроскоп, с помощью которого впервые проникли на микромасштабы. Дальше вы знаете, что есть нанотехнологии, наноскопы, сейчас разрешение, которое дается, получается, составляет 0 амстрема и так далее. Вот приблизительно то же самое происходит в немножко другом разрезе, в другой оси. Это вот временно. Мы, наверное, с вами прекрасно понимаем, что если у нас нет микроскопа с разрешением 1 нанометр, то мы с вами не увидим никаких объектов, которые имеют меньше размера. Точно то же самое и со временем. Если у нас нет часов, которые имеют разрешать, скажем, интервал времени в одну наносекунду, то никаких процессов, которые длятся в пикосекунде, в пикосекунде, мы с вами не увидим. А таких процессов очень много. На каждом временном свете мы будем видеть все новые и новые процессы. Это очень важно с точки зрения познания природы, мы будем хождение каких-то интересных соглашений. Вот сегодня речь пойдет о том, что сейчас человечество, одну его, так сказать, лучшая часть физики, конечно. Вот, я шутил, потому что здесь, наверное, мы не только физики, мы рамы и уважаем все науки. Что физики придумали с точки зрения вот такого вот временного, что ли, микроскопа? Какие физики освоены? И что благодаря этому усвоению удается посмотреть природу? Ну, я начну, наверное, здесь тринято сидеть, потому что лучше транслировать сидящего. Я начну с простого слайда, потому что мы сами должны, прежде всего, предъявить технологии и в данных ситуациях. Много с вами привыкли от жизнью симметрической системы единиц, в которой мы хорошо знаем, чувствуем, что такое лилий, микро, нано. Можно в тюрьме пика. Но вот сегодня речь пойдет о трех последних рядах, которых, наверное, многие и не слышали, такие представления, фемто, амфо, зепто. Это речь идет о дроблении, получая все меньше и меньше доли единиц. И мы сегодня с вами, в основном, будем говорить о получении, о вот 5-5 рубеже науки, акты секунды. Это 10 минус 18 секунды, фактический интервал, а 10 минус 18, а 10 минус 15, между зепто и фемто-тикунью. Справа я придел, выберутые единицы, которые показывают большие. Представьте. Опять-таки, есть более-менее привычные единицы гига, но и есть такие непривычные. Вета, демса, зета, которые соответствуют в третьей степени плюсы. Они здесь приведены не просто так, прямо друг с другом, потому что можно для понимания отзема в третьей степени перемножать одну нужду и получать единицу, на 10 минус 12 ватт, а 10 минус 12 ватт. Ну вот, например, если взять одну пикосекунду длительность импульса, это 10 минус 12 секунды, и умножить на 10 минус 12 ватт, то получится 1 джоут. Все вроде понятно, о чем здесь нет речи. Если у вас есть лазерный импульс, который вы суперли скомпенсировать, с энергией очень небольшой. С энергией всего нам все важно, а не джоут. 1 джоут, это я взял 100 грамм и ходил на высоту один ватт. Я совершил работу на 1 джоут. То есть это ничтожество казалось бы. Небольшая джоут. Небольшая джоут. Вот если вот эту небольшую энергией сконцентрировали в одну пикосекунду, 10 минус 12 секунды, мы получили 1 тераватт, 10 минус 12 ватт. Вот 1 тераватт – это, ну, фактически, величина, которая сравнима с упырем жуткой энергией на всех электростанциях нашей страны. Это, спросите, это много? Наверное, много. Такого не величина? 1 джоут совсем немного. За счет того, что мы концентрируем маленького метро метровали, мы получаем гигантские поля. И с этим связана очень интересная наука, очень интересные предложения. Поэтому я вам прошу, ну, по крайней мере, запомнить на время железы, что означает вот такие представители. Теперь, много или мало, мы с вами понимаем, конечно, сравнение. И в рекламе этой лекции была распространена информация, если кто читал, о том, что тут есть возраст существования Вселенной, только 14 миллиардов лет. Наверное, это что-то сумасшедшее большое. С чем же это можно было как-то сравнить? Ну, очень большое сравнить трудно, но мы знаем с вами, что такое минута. Одну минуту каждый из нас знает, что за эту минуту можно сделать, да? Чего там, проглотить, чего съесть, куда там, забежать, куда-то склонить. Одну минуту было хорошо ощущение. И вы с вами абсолютно точно знаете все, без исключения, что отношение одной минуты времени существования Вселенной – это сумасшедшей маленькой гречиной. Вот точно такой же сумасшедшей маленькой гречиной является отношение десяти фемтосекунд в той же самой этой минуте. Десять фемтосекунд – это длинность лазерного импульса, который теперь более-менее активно используется в научных экспериментах. Это значит, что человечество началось получать и управлять импульсами на очень-очень маленьких временных рожданах. Это вот то, что называется рубеж, фронтьер, современный брак-калифорский области. И вы видите, как в этой шкале распределены разные и другие события. Десять фемтосекунд – фактически это самый короткий временной интервал, который мы можем сказать, что мы по этому интервале можем работать. Теперь. Конечно, успехи последних успехов, они не на пустом месте. И происхождение того, что можно сейчас назвать сверхбыстрыми технологиями, обычно относят к позапоршему веку тому, что тогда стало развиваться фотография. Главное, что в Сибирске давали импульс к литературе на логику, и поэтому они позволяли как бы фиксировать, замораживать какие-то снижения в процессе. Но вообще, как мы с вами понимаем, наука тем более фундаментальна, с помощью открытия является частью культуры. Раньше это проявлялось в том, что наука была прикорной и финансировалась такими посвященными монархами. Но в разных обществах по-разному, скажем, в Соединенных Штатах, которые уже в ту пору в конце 15-го столетия начинали развиваться во всю мощь, там посвященной монархии не было, но Америка, вообще говоря, 17-го века была посвященной демократии. И очень забавно, что первые вот такие вот упоминания о сверхбыстрых процессах, они, по-моему, всяких историй таких. Вот одна из первых историй была такой, что фактически применение вот этих быстрых технологий к съемке быстрых привело к тому, что был разрешен результат Пари. Пари – это заключалось любителями лошадиновых львов. И история, а может быть легенда, относит это событие к Пари, которое выводилось включено, с одной стороны, губернатором штата Телефорния Стахорна. Вы знаете, сейчас есть Павел Харьковский университет на весь мир, но в то время Стахорг, имя которого назван университет, был губернатором Телефорнии. Речь шла о пеках, о том лошади, которые быстро бегут, и человеческий власть успевает схватить конкретно расположение, там, монтокопы. Есть такие моменты времени, когда какой-то все касаются земли. Или бег такой, что передний какой-то, задний какой-то, или, так сказать, переостановка, но никогда какой-то не касается. По этой тревоге была приведена такая быстрая в инстаграме, и, на самом деле, было действительно в деталях показано, как устроен вот такой вот бегожник. Тогда разрешение было 1,6 секунды, и фактически вот считается, что такое научное или квазинаучное применение сверхвыстрых технологий, оно училось в то время. В 20 веке стремительно развивалась электроника, и с помощью электроники удавалось получать такие вот тоже мановерные снимки. Есть знаменитые картинки пули в полете, которые, в данном случае, проживают яблоко. Это картинки, полученные в 64-м году, которые фиксируют уже с разрешением до 1 секунд, как развивается процесс. Но надо сказать, что основное развитие электронных технологий связано с появлением база. Вы знаете, что первый лазер в 60-м году построен. Пять лет назад мы их дождественно отпраздновали вот такое 50-летие лазеров. И здесь показано, как электроника, начиная с 60-х годов, постепенно начинает уступать верность в оптике. С помощью оптических метров удается получить все более и более короткие интервалы, и их используют эксперимент. И мы видим, что на уровне 2000-го года появляется 10-минус 15-й. Это фемптосекунды. Фемптосекунды получаются с помощью лазеров и с помощью определенных методов, так называемой синхронизации мод в этих лазерах. Лазер, как вы знаете, это резонатор, возле которого есть некий активный элемент оптический, который позволяет генерировать излучение в достаточно широком левопозной частоте. И дальше это излучение, заперто в резонаторе, бегает там, приводит к вынужденному излучению. И вот тот импус, который формируется в лазерном резонаторе, где определяет вот эту самую длинность импус. Фемптосекундные лазеры – это, безусловно, достижение и гордость науки, когда ученым удалось не только получить много разных типов колебаний внутри такого резонатора, им удалось эти колебания синхронизовать. И здесь мы должны с вами вспомнить, что, когда мы говорим о таких вот типах колебаний, колебания, мы суммируем с вами синусоиды. Суммируем здесь синусоид, как вы знаете, приводит к удивительному консультацию, что мы можем получить ноль, а мут – а, а можно получить очень много, в зависимости от азов, в фазе или противофазе у вас будут суммироваться вот эти колебания. Ну и вот есть такая картинка, которая показывает, что если у вас есть несколько синусоид с разными частотами, и с произвольными фазами, с произвольными двигателями в отношении друг другу, то сколько вы их не суммируете, вы на самом деле в результате получите что-то типа вот такого вот шума, и ничего короткоимпульсного мощного вида не будет. А если вы возьмете эти синусоиды и просуммируете их в фазе, таким образом, чтобы вот эти вот карпушки для всех частот сложились вместе в одной точке времени, вы получите один очень мощный импульс. Вот приблизительно так устроена работа 5-секундного генератора света, когда выдаётся миллион умор колебаний, миллион типов колебаний, которые возбуждаются внутри, сложить в фазе и получить внутри очень короткий импульс, который бегает и высвечивает человеку прозрачный зеркал. Импульс с крепностью 5-секунд, который имеет в любом углу 800 нм, это приблизительно край видимого гипотода, между видимым и видимым инфракрасом, выглядит вот так и так. То есть вы видите, что оптический импульс уже похож на видеоимпульс. Он содержит малое число колебаний поля. Это, конечно, совершенно необычно, потому что мы привыкли к тому, что световые синусоиды всё-таки достаточно длинные, а здесь это короткий импульс. И вот получение таких импульсов – это заслуга 5-секундной оптики. Очень интересным является вопрос. Хорошо, но вот мы стремимся получать такие короткие импульсы, а как мы знаем, что они такие короткие? Ведь у нас ничего более коротко измеряющего нет. У нас нет часов. У нас нет ни пикосекундных, ни фемпосекундных часов, чтобы смотреть на стрелку и сказать «да, да, да, 5-хемпосекундных». Что делать? Существует очень интересная наука, такая вот метрология, фемпосекундных ещё более коротких импульсов, когда с использованием разных удивительных иногда оригинальных идей удается действительно поверить или хотя бы оценить длинность импульса. И одна из таких идей – это, что короткий импульс может вмерить сам себя. Представьте себе, что у вас есть короткий импульс, и вы для его измерения делаете следующее. Вы делите его на три части с помощью вот такого разделителя. Одна часть идёт сюда, вторая часть идёт в сторону. И вы тем самым, что предлагаете второй части этого импульса пройти другой путь, фактически сдвигаете одну часть импульса в отношении к другому. У вас получается два импульса одного и того же происхождения, но второй импульс может быть по разному задержан в отношении к первому импульсу. Тогда, если вы эти два импульса сведёте на каком-то элементе, которое откликается только в том случае, если он чувствует одновременно присутствие двух импульсов, то тогда с помощью этого прибора вы померите только часть, связанную с перекрывом этих импульсов. Значит, если эти импульсы ложатся один на другой, вы получаете сильный сигнал. Если они сдвинуты, на время равной длительности импульса вы получаете норму. Ясно, что когда вы приближаете один к другому, вы получаете всё больше и больше. Это принцип получения автокорреляционной функции. И под длительностью автокорреляционной функции можно сказать, какая и длительность импульса. Вот это и есть метод измерения импульсом самим себя. Один из способов характеризации делающего импульса. Значит, есть, таким образом, возможности измерять. И почему первосекундные импульсы оказались интересными? Что, собственно, было такими драйверами для того, чтобы их получать? Во-первых, это, конечно, исследование процессов и появление очень быстрых часов. Потому что множество интересных процессов, которые человечество до этого времени не разрешало, не имея такие часы, оказались разрешены. Например, совершенно фундаментальный процесс. Я хочу посмотреть, как колеблются ядерам молекулы. Вообще, мы с вами понимаем, что колебание ядерам молекулы это и есть форма существования устойчивого существования молекулы. Ядерам не стоят инструктивное настроение друг друга, они всегда колеблются. И, собственно, тепловое движение, в котором молекулы находятся, оно приводит к тому, что и ядер молекулы все время колеблются. Можно ли было увидеть до этого колебания ядерам молекулы? Вообще говоря, нет. Почему? Да потому что характерные времена колебания это сотни фундаментальных секунд, может быть, у больших биологических молекул так ни ко секунду. Вам нужны были часы, которые меряют единицы десятых фундаментальных секунд, чтобы эти колебания убили. Это не только фундаментальные процессы, связанные с наблюдением, как происходит движение. Ядерам молекулы. Это очень важные процессы, связанные с действием быстрой наноэлектроники, потому что современные процессоры, вы знаете, которые уходят все больше и больше в статье повторения, используют все более и более быстрые процессы движения электронов в разных ПНП-переходах и так далее. Вот время прохождения электрона в наноструктурах через различные вот эти вот переходы, это тоже фемтосекунды, может, и десятки, сотни, фемтосекунды. И очень многие характеристики, такие как срабатывание процессов, определяются временами релансации электронов, которые переходят там из золотопроводимости, там, в арешке, в золоте и так далее, или наоборот. И вот такая характеризация на фемтосекунных масштабах это основа продвижения все более и более быстрых процессов. Дальше оказалось, что фемтосекундная оптика чрезвычайно полезна для проведения очень прецизионных во времени экспериментов. Не для того, чтобы вмерить короткий крывак, но для того, чтобы с очень высокой точностью измерять каждую частоту. Наиболее чувствительное, наиболее высоко прецизионное измерение в стандарте частоты сейчас это с использованием фемтосекундных лимбов. Но, наконец, самое главное, потому что мы сегодня и фильм будем смотреть, если подключимся к лаборатору и университету и преподаванию физики, это вот то соотношение 10 в минус или 10 в минус 15 умножить на 10 в 15 равно единице. Это то, что мы сейчас используем короткие импусы, сжимая их и получая гигантские интенсивности, гигантские напряженности полей. Это генерация сверхмощных оптических лимбусов. Пожалуй, это, ну вот, на наш взгляд, не умаляя открытие, связанное с разглядыванием движения ядерного молитву, на наш взгляд, это сейчас, ну, самое такое интересное, что дает первосекундная оптика. Здесь тоже много разных приложений. Ну и, коротко для того, чтобы продемонстрирую, что человечество признало эти достижения, в 99-м году была присуждена первая Нобелевская премия за первые секунды Ахмир Азиуэлу, который впервые увидел явно поливание ядер в молитву и йода. Эта премия была по химии Нобелевской, но, на самом деле, это фактически по химии. После этого фемтосекундная оптика еще была отмечена, по крайней мере, дважды в нобелевской премии, в последней, в прошлом году, за один из методов разглядывания молекул с сверхмозы 6. Там фемтосекундный гимнус используется для того, чтобы в пространстве разглядываться с очень высокой точностью флюорсицирующей молекул, прежде всего для биологических приложений. И это значит, что человечеству действительно это нужно. То, что касается сверхсильных полей, да, действительно это так, но вот, чтобы продемонстрировать важность, я здесь вместе со шкатой бреги привел еще шкату в мощности. Смотрите, в мощности, которую мы можем пощупать, понять, что это такое, ну, лампочка светит, допустим, порядочью 10 ватт. Мотор автомобилей все, наверное, уже ездят на машинах, или почти все. Знаете, сколько на дешевых сил можно перевести в киловатты, и увидеть, что мотор автомобиля, ну, вот это вот на этой шкале между электролампой и атомной электростанцией. Атомная электростанция тоже, наверное, родной, или почти родной для многих классов, и вы прекрасно знаете, что в современной эпохе атомной станции дают где-то гигабарр непрерывного электричества. Гигабарр 10 кг, это уже, так сказать, вполне прилично. Когда я говорю, что производство электроэнергии в стране нам 10-12 ватт, ну, это приблизительно, если, скажем, атомная энергетика у нас дает 10% всей электроэнергии, да, а в стране существует 250 из всяких вот блоков атома, это вы лучше знаете. Меня тут, перемножая по-другому, мы видим, что страна где-то 10-12 ватт. Если взять все источники электроэнергии на Земле, то мы с вами уйдем уже в десятки тераватт. Это, ну, ясно, что Россия производит на уровне, так скажем, 100% электроэнергии. Так вот, петаваттный лазер, который мы вам сегодня покажем, он находится на противоположной шкале в отношении к электролампе 10-15 ватт, это больше, в десятки раз больше, чем все источники электроэнергии на Земле. Импульс петаваттного лазера дает мощность, которая в десятки раз больше, чем мощность всех источников электроэнергии на Земле. Вот это посчитаем. Первый лазер, надо сказать, был сделан в Ливенборе, и всегда, когда говорят о том, что получаются сумасшедшие мощности, то возникает в базе такой философский вопрос, ребят, а как вы умеете то, что, ну, должны мгновенно все там разрушать, ионизировать, и так далее, как это можно вообще получить? Это же противоречит, те усилители, которые вы используете, они же должны взрываться, это невозможно сделать. И здесь существует очень интересная идея, идея усиления растянутых во времени импульсов. Импульсы для получения таких огромных мощностей производятся таким образом. Берется первая секунда генератор света, о котором мы говорили, из него выделяется один импульс, на большую попокарность тут рассчитываем, дай Бог с одним справиться. Этот импульс растягивается во времени, не просто так, там, раз в 10-15, он растягивается во времени двух десятки или сотни тысяч раз, для того чтобы меньше, мгновенная, локальная, мгновенная во время значения этих насильностей поля. Так что этот импульс усиливается, усиливается, ну, до тех пор, пока держат элегенцию. А потом уже усиленный, с помощью специальных устройств сжимается назад во времени. Вот только такой прием, который называется усиление растянутых во времени импульсов, на дейском языке это называется усиление черкованных импульсов. Чир – это художественный список, когда птичка вот такой перелив дает, то есть у нас есть такой импульс частотный индуляции. Вот этот импульс тоже имеет частотный индуляции, поэтому в статистическом жарафоне это называется усиление черкованных импульсов. Эту идею в первые предназначения и реализовал выдающийся физик жарафу, который здесь хорошо известен. у нас работал биопед Лежневнокорде по геногранту, и я думаю, что многие его не видели и не слышали его из света. Но надо сказать, что на этом слайде справа посмотрите еще одно очень важное приложение, тоже должно быть вам созвучно, это использование очень мощных импульсов для инициации термоирной реакции. Вы знаете, что существует два подхода к управляющему термоирным импульсом. Подход с помощью катонапов, удержание в магнитном уровне, это большие установки, и второе, это инициальный термоирный симпульс. Когда берется маленькая капля, она облучает огромное количество влазерных лучей, и происходит ее сжатие, и там инициализируется термоирная реакция. Вот в соответствии с современными концепциями процесс сжатия и процесс поджига надо развести во времени. Но это точно так же, как вы когда разжигаете костер, вы собираетесь сначала в хорост, а потом подносите свечку. Мощный пятоватный пятоватный импульс является спичкой для поджига термоядерной реакции. И именно поэтому первые исследования и первый пятоватный импульс получили в другой регистрационной системы обычного термоядерного симптома, и с быстрым поджигом. Поэтому человечество очень активно использует и планирует использовать пятоватные импульсы в ядерной или термоядерной энергетике. Кстати, я думаю, что здесь достаточно большое количество ребят из политехнического института, и я хочу сказать, что у нас в ближайшие дни, недели, я не знаю, где будет подписано соглашение нашего института с вашим университетом, и одно из направлений сотрудничества как раз связано с тем, что мы с вами вместе будем работать на создание мощных планов, в том числе, в интересных тем, если у кого-то есть интерес, и какое-то соглашение, я так понимаю, на учебном совете, в ближайшие дни только 6 октября, будет подписано, пожалуйста, длинности просим, и эти направления деятельности вы можете не включать. Так. Но! у нас с вами анонсированы все-таки атосекундные оптики, да? И встает вопрос, а где там мотивация? Тем-то секунды, я надеюсь, я вас убедил, много всего страшного интересного, важного и нужного. А что такое атосекундность? Зачем нужны атосекунды? Это уже меньше 10 минус 13 секунд, может ничего и, так сказать, в природе быстро такого происходящего нет. Есть. И одна из основных мотиваций в получении атосекундных импульсов в продвижении в глубь шкалы времени, это переход от рассматривания процессов в молекулах, скажем, колебания ядер, как мы с вами говорим, к рассматриванию движения электронов в базе. Вообще, эта задача может показаться сумасшедшей, даже, так сказать, и для обывателей, что физики решили посмотреть, как электроны... Так, мы на высшем уровне знаем, что электроны в атоме с дорожью крутятся по городским орбитам. Физики сейчас ставят такую задачу. Увидеть движение электронов по орбитам внутри атосекундных импульсов. И это можно сделать, например, с помощью атосекундных импульсов. Потому что период вращения электронов по первой городской орбитам 150 атосекундных. Но на первой городской орбитам, наверное, не скоро заглянем, но если взять более высокие орбиты, где период движения побольше, то вполне возможно в ближайшее время наблюдение, прямое наблюдение движения, как говорят, как мы говорим, для операционных полномовых пакетов по орбитам атома. Это с одной стороны, а с другой стороны генерация уже не просто сильная, сверхсильная, генерация экстремально сильных полей. Когда мы говорим про экстремальность, то всегда встает вопрос, ну, у ребят, а может быть вы спекулируете этим словом, может быть сильная, сверхсильная, потом как еще. Когда говорят экстремальные, это значит, что экстремальность, так дальше, так сказать, идти некуда. А есть ли, вообще, а есть ли какое-то ограничение в величине поля, и в величине, там, интенсивности, в лазерный выпуск, который можно сгенерировать? Оказывается, есть. И вот такое вот поле, которое современная наука считает вряд ли достижимым, ну, а если достижимым, то связанным, в общем-то, с совершенно необычными какими-то статистическими процессами, это так называемое шлингерское поле. Значит, шлингер — это место ученых, который это поле впервые ввел в рассмотрение, и понять природу этого поля можно вот как много. Представьте себе, что у вас есть атом, пускай атом удалось. И вы, живя в начале 20-го века, не знаете, что внутри атома. Есть, так сказать, информация, что там все состоит из атома, а что внутри атома вы не знаете. перед электронным народным. Как можно посмотреть, что есть внутри? Ну, знаете, мы все сломали родным из детства, для того, чтобы познать мир, надо это дело разобрать. для того, чтобы понять, что такое атом, его надо разрушить. И посмотреть на, что там осталось. Атом надо иенизовать. Иенизация атома водорода, вы берете достаточно сильное, большое поле, отрываете электрон из иона, меряете эти получившие частицы, иначе вы не начинаете их только объяснять исходы. Так появился электронный протон. Представьте себе, что у вас есть теперь не молекулы, не атомы, а у вас есть ничто. У вас есть папа. У вас есть то, что современная, так сказать, философия, и натурфилософия, если можно говорить, в смысле с наукой, называя даже разбит термом. Плавку может быть «эп инис», а может быть «насэп инис». То есть это пустота или ничего. Пока этот вопрос нет в смысле, так сказать, философский, но человечество вплотную подошло к тому, чтобы заняться устройством вакуума. Как это можно сделать? Ну, вакуум надо разрушить. Как можно вакуум разрушить? Для него можно наложить поле. Конечно, поле во многом разрушив, чем поле, которое разрушило атома водорода. Существует в теории поле, которое называется поле Швилия. Такое, что если это поле наложить на вакуум, то вакуум мгновенно взорвается. Из вакуума рождается вещество и антивещество. Вакуум, который рождается прежде всего по швизовскому поле, мгновенно взорвается с рождением электрон-позитронных пар. То есть вакуум в соответствии с существующими представлениями, он не пуст. Он состоит из, как мы говорим, гераховского моря, частиц-античастиц. И самые простые те частицы, которые можно представить в выборке из этого вакуума, это электрон-позитрон. Он может представлять себе, что вакуум международный электрон является вокруг протона, а в вакууме электроны и позитроны постоянно двигаются взаимодействовать, двигаются друг обо друга. И для того, чтобы увидеть, что вакуум международный электрон состоит, мы должны иметь очень сильные оптики. Значит, вот эта генерация экстремально сильных полей, это, пожалуй, для физиков, которые занимаются актосекундной оптикой, является самым сильным драйвером. Вот от чего, так сказать, становится в душе хорошо и хочется работать и жить. Это то, что на горизонте все-таки маячит то, что можно будет получить уже на акции в секунду, когда мы его открывали, очень такие сильные поля, с помощью которых можно будет, ну, не взорвать, а начать, по крайней мере, идти вакуум, то есть, получается, вещество и антивещество. Ну, таким образом, мы с вами хотя бы поедем в ту очень благородную задачу. Первое – забраться во внутрь актов и посмотреть, как электроны двигаются по городским орбитам, и второе – взорвать вакуум и, так сказать, посмотреть, что там, так сказать, есть внутри. Наверное, по крайней мере, таких людей достаточно, чтобы рассказать о том, какие физики придумали способы генерации и получения актов. Фактически существует сейчас два простых способа. Первое, что надо сказать, что лазеры здесь не годятся. Именно потому, что я бы вам показал картинку уже на уровне сертосекундных импульсов. Лазерный импульс состоит из всего нескольких периодов поля. Когда мы говорим про атмосекундный импульс, получается нонсенс. Мы получаем лазерный импульс, а его длительность, то есть его оттупающее, получается меньше периода поля в том типозоне, который мы работаем. То есть вот превышенный лазер, с которым мы работаем, видимо, ближе к нонсенсам, ближе к нонсенсам, для этого в ней находятся. Что мы делаем? Мы идем по другому пути. Мы достижение фемтосекундной оптики, то, что у нас есть с вами, фемтосекундные импульсы, мощные, хорошие, используем для того, чтобы их энергию трансформируют фемтосекундные импульсы. Устраиваем в них разные интересные взаимодействия с веществом, чтобы заставить вещество откликаться в форме переизлучения в атосекундном диапазоне. И идея как раз заключается именно в этом. Какой механизм взаимодействия с веществом придумать, чтобы, послав на него мощный атосекундный импульс, мы в качестве его отвлека получили мощный атосекундный диапазон? Первая идея, которая сейчас реализованная, правда, эффективность не очень большая. Итак, первая идея первого поколения атосекундных источников связана с очень интересным эффектом излучения атомов или ионов при ионизации. Давайте я попробую рассказать, как я могу. Значит, вообще что такое излучение? Вы знаете, что ускоренное движение каждого заряда сопровождается излучением. Это, так сказать, закон природы. Излучение связано с ускорением предвижения зарядной части. Вспомним, а кто не вспомнил, может быть слышал из бабушкиных рассказов, что раньше были телевизоры с лицерозно-мочевыми трубами. Ну, я немножко эмилирую, наверное, так сказать, в детстве все это бы, по крайней мере, некоторые из вас смотрели, какие-то телевизоры. И много разговоров было о том, что надо переходить на вот такие экраны, потому что старые светлые ген, что вот они опасные и прочее, они действительно светлые, конечно. И свечение это связано с тем, что там есть довольно мощные электроны, которые вылетают из катода, хлопаются о люминофор, производят свечение люминофора, но при этом взаимодействие они, естественно, ускоряются, потому что перетормозятся, одно и то, что и треть, и ускоряются. То есть электроны оскоряются до очень большой энергии, быстро тормозится. И вот это есть апп испускания торгового ремкеровского излучения, которое мы все вместе с нашими бабушками и мамами боялись, говорят, что давайте выбросим телевизор и перейдем на вот эти вот самые электроны. В этом есть смысл. Так вот я могу сказать, что на самом деле актосекундные импульсы присутствуют при каждом таком ударе по люминофору. Если вы рассчитаете, в какой промежуток времени этот электрон тормозится и взаимодействует с тонким слоем люминофора, вы как раз и получите вот эти вот так и секунды. Но, поскольку у вас огромное множество электронов, и эти с ударением несинхронизованы друг с другом, у вас получается излучение, оно жесткое там, это ремкерский диапазон, но в нем, как я показывал, когда суммируешь много несинхронизованных друг с синусоид, у вас не останется ничего атосекундного, у вас появится некий вот такой общий фон. То есть атосекундные импульсы есть, они генерируются, но поверить в них нельзя. А как сделать так, чтобы все вот эти вот акты генерации, с ударением, торможением электронов были синхронными? Что на этом надо сделать? Для этого, во-первых, нужно все эти электроны выиграть из кокода или еще откуда-то синхронно, чтобы они все вместе вырезают. Дальше нужно, чтобы они слушались о люминофор, или обо что-нибудь другое, где они тормозятся, тоже все одинаково. И тогда мы получим один короткий генпульс, который, по нашему оценку, должен быть насыщенным. Вот это было реализовано, и таким и кокодом и люминофором оказался просто-напросто атомом. Если вы с помощью лазерного излучения выдираете электрон из атома водорода, ускоряете ему лазерное поле, переменное в объекте, заставляете электрон двигаться назад и ступаться о родительские электроны, то в этом случае вы обеспечиваете полную синхронизацию вот этих вот процессов. То есть все атомы, или та часть из них, которые реализованы там или в поле, они отвлекаются одинаково. И это и есть первый способ генерации атом-секундативности. Это, так называемое, возвратное восстановление электроном с различными электронами. Ну, была история, как удалось это излучение получить, но в целом картина приблизительно такая. Берется мощный фентосекундный гин. То есть, если меньше 1-ти секунд. Фокусируется в газовую струю. Атомы ионизуются. И дальше происходит детектирование, происходит отклонение того рентгеновского излучения, которое соответствует атмосекундным, под один уголом на спектрометре. А оставшегося фентосекундного излучения чтобы оно не мешало, под другим углом, и оно вот сюда попадает в эту самую лазерную свинку. И смотрят, что происходит на детекторе. На детекторе, оказывается, если разложить сигнал в спектр, имеет место огромное множество нечетных гармоник лазерного исключения. Вот приблизительно то, что нарисовано здесь на середине картинки влево. 15-е, 17-е, 19-е и так далее. И вот эти все гармоники, как те колебания, которые были в лазерном резонаторе, оказываются в этой задаче сложены межпастью. То есть им соответствует генерация одного атосекундного гиперса. Это то, что получается в воспелете. Есть моделирование. И, значит, если нам сейчас наши компьютерные возможности здесь позволят посмотреть, я хотел бы вам показать фильм, ну, более-менее настоящий. Это пока не то, что мы в эксперименте хотим получить, но вот этот фильм, который показывает движение электронного волнового пакета вблизи протона в процессе генерации атосекундных гиперсов. Вот эта вот точка, которая нарисована, это не значит, что это однородное состояние. И, конечно, надо знать, что это состояние такое дисципетричное, когда электроз расположен, в соответствии с первой порой скажем, что важно куда-то. Вот эта точка, это то, как вот эта плотность вероятности, как, видите, говорят псифункция, которая описывает состояние электронов, сразу во блогу числе независимых атомов сидит и притянет лепротуру. Приходит вазерный гипус, вот в ревом, что ему показано, как эта дисциплика заключается. Поле очень большое. А вот этот атом и рисует. И сейчас мы с вами будем смотреть, как из этого атома как из этого атома вылетят электроны. Это честное кванто-механическое моделирование. Это не классическое задание. Электроны вылетают в виде волнового потерь. Они лазерами воздуха, распоряются, лазерами поворачиваются, и они хлопаются, а свой родитель спьет. Вот этот тот момент соударения, как по экрану лепинофора, есть акт генерации атосекундных дымков. Потому что электронный волновой пакет прорисел мимо вот этого полуновского центра за время, составляющее там десяток атосекунд. И на такой всплеск и получился. Это чрезвычайно интересное и богатое занятие, потому что много разных атомов есть. Атомы можно возбуждать, ионизовать из разных состояний. Для сравнения, я вам покажу картинку, это ионизация атома из трихес, это возбужденное состояние электронов было. Психуукция сосредоточена была в меньшем объеме, поэтому по закону квантовой физики она меньше разбывается. И при этом больше электронов назад хлопаются в свой родительский протон. В этом случае всплеск получается более интенсивным. Ну, это действительно, можно посмотреть, как выглядит на языке спектра, но вы видите картинку. Вот такой подклет, реализуемого атома. Значит, атом реализуется, и вот когда электронный умный пакет вытаскивается, он излучает вот этот кусок. А вот это вот обратное с ударением. Очень короткий импус, который и есть нахаду, и тот же импус вот этого у нас. Забавным является то, что дальше мы с вами можем строить разные конструкторы. Как этот процесс еще усилит, делать его контролируемый и так далее. Давайте возьмем в качестве примера вместо атома водорода простейший йод. Что я себе представляю простейший йод? Или, скажем, простейшая молекула. Молепулятор, простейшая молекула. Вы скажете, что простейшая молекула это H2. Ну, наверное, это два простейших атома, атома водорода. На самом деле, простейший устойчивый молекула является однократно инклинизованная молекула в дорогах. H2+. Потому что в этой молекуле меньшее число элементов. Там два протона, диодинный электрон, который уудряется держать в месяц два протона. Это тоже интересный объект. И здесь уже у нас с вами 10-летний свобод, мы сможем эту молекулу разместить и поперек под нашими электрическому полю, которые внизу, и вдоль него. И, посмотрите, эти мультики, ну, скажем, значит, есть у нас вот такая ориентация электрического поля поперёк косимолетов. Вылезает секундуция электрона. Поскольку она рождена из одного электрона, то эти части интерферируют друг с другом. И удар назад получается вот такой. Ясно, что есть отличие от арт. Но если вы видели, то это взаимодействие такое, что основная часть полного пакета пролетела в дырку. И при этом в общем генерация атмосекундного кимпульса была похуже. Ну, значит, дальше можно повернуть, повернуть, скажем, под 45 градусов. И, значит, у меня очень видно, пойдёт у нас в 12-й июне. в 12-й июне. Спасибо. 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 . Спасибо. . Но приятное будет, когда ось молекулы расположена вдоль гинезующего поля. Здесь получается интереснейшая такая вот гребенка, которая ступается по двум протонам в одному и по другому вместе. И это взаимодействие приводит к совершенно удивительному результату. Эффективность генерации антосекундных импульсов в одной ориентации и в другой отмечает на 10 порядков. Вот это вот некий такой конструктор, который позволяет дать совет, какие молекулы, какую ориентацию использовать для того, чтобы эффективно получать импульс. И вот в случае параллельно расположенной молекулы, вы видите здесь в спектре на высокой гармонии. То есть этот рентгеновский диапазон появляется не в горбе, а этот в горбе в санаритмическом масштабе. Этот в горбе, например, можно взять и поместить в так называемое водяное окно. Водяное окно – это небольшой диапазон в виде 4-х нанометров длинных пол, который используется для того, чтобы смотреть за структурой биологических объектов. Я не знаю, вы слышали, я говорю, или нет, но это вот для такой рентгеновской гипероскопии биологических полякций – это очень важный диапазон. Теперь, значит, есть, научились генерировать атосекундный гинтус. Опять с вами вопрос – как, собственно, померить эти атосекундные гинтусы? Ну, вот такой коррелятор, который раньше был, который не больно хорошо работает, потому что, оказывается, нет вот той мишени, которая откликается… Есть мишени, но, так сказать, не очень эффективно они работают. И, между тем, у нас была очень интересная схема, которая называется атосекундная стрекка. Наверное, многие из вас, делая лабораторию, работая в лаборатории, делали какие-то эксперименты, в которых используется стрек-камера. Значит, что такое стрек-камера? В ней есть черты вот того старого телевизора, который мне отварил. Стрек-камера работает так, что она дает быструю поперечную разберку за счет включения и наложение его на поток электронов, которые вылетают из катода. Значит, представьте себе, что у вас есть катод, из которого вылетает короткий импульс электрон. Он летит. И если у вас есть отклоняющие поле, то вы на экране этой членокамере, или сейчас на камере, раньше на экране, получаете вместо точки, в которой приходят все электроны, получаете полоску, потому что вы сдвигали раскладное движение электронов вперед. И, очевидно, дренальные полоски будут пропорциональны длительностью импульса электронов, которые вылетают. Если электроны попадают, получается, из фото катода, то есть под действием оптического импульса, то полоска на экране пропорциональна длительности вот этого вот импульса. Это все хорошо работает там в 3-псекунном и 3-псекунном диапазоне, но физики придумали, как сделать так называемую атосекундную стрек-камеру. В атосекундной стрек-камере в качестве разворачивающего поля используется поле самого лазерного импульса, фотосекундного, который оптический импульс сделан. Итак, фотосекундный импульс попадает на газ, генерирует атосекундный импульс, и дальше они двигаются вместе и подаются на вторую струю, в которой есть атосекундный импульс. Производят одновременную реализацию присутствия и фотосекундного, и короткого атосекундного излучения. Электроны, которые получаются из-за действия атосекундного импульса, более фотосекундного импульса раскладываются в полоску и измеряются дальше на... с помощью определенных методов. С помощью вот этого метода удалось подверить в настоящее время наиболее короткий импульс атосекундный, который, пусть переменит, получен, имеет длительность около 30 атосекундных. То есть, да, человечество движется вот по этому пути, к сожалению, эти импульсы не очень мощные, только малая часть, это 1 миллионная энергия фотосекундного импульса, можно привести в атосекунду, но они есть. Существует другой подход, и это последний подход, о котором я буду рассказывать, генерация атосекундных импульсов, который позволяет очень эффективно переводить энергию из кемтосекундного в атосекундный гипотазон. И, грубо говоря, вот на этом мультфильме вы увидите, как это происходит. Если взять кемтосекундный импульс, послать его на резкую границу твердого тела, посмотрите, как эта граница себя ведет. Она начинает перевозвучать импульсы, которые по энергии сравнимы с падающим, по амплитуде, может быть, больше, чем падающим импульсом, и подвижность, существенно, меньше его. Это так называемый эффект генерации гигантских атосекундных импульсов. И он связан с очень интересным механизмом взаимодействия, который похож на действие пружины. Мы называем этот механизм релетивистской электронной пружины. Когда лазерный импульс подходит поверх твердого тела, все электроны, которые есть в твердом теле, по сути, импульс очень мощный, начинают немножко надвигаться на поверхность. Это первый этап этого процесса. Огаряя ионы. Ионы там оставили. Вот эта картинка, которая здесь нарисована, она показывает вам своеобразный конденсат. Потому что желтое, это положение на зарядную часть, где есть ионы, а зеленый с кустом, который торчит, это сдвинутые полиопелектроны. Если теперь... Вы как бы зарядили пружину. Почему? Потому что внутри создалось огромное поле, которое есть в поле разделения зарядки. Давайте теперь выключим действие силы светового давления, которое толкало электроны во внутрь. Это делается за счет того, что в линейно-паляризованном поле так называемой кондерматорной силы, действующей на электроне, меняет свой знак. И тогда взведенная пружина оказывается вес того фактора, который в пружинах звездок. Электроны начинают стремительно двигаться назад, ускоряются полем разделения заряда. И в какой-то момент выплевывают из себя очень короткие атосекундные инфрускольные. Так это так называемая реактивистская электронная пружина. Вот этот механизм может быть очень эффективным. Есть определенные углы падения на решение, соотношение между амплитудой лазерного импульса и плотностью вещества, когда этот процесс наиболее эффективен. Типы мишеней. Оказывается, что наиболее эффективно, если вы устроите взаимодействие лазерного импульса красным изображен с мишеней в виде желоба. Берег с такой парапланический желоб, и вы на беременном угол посылаете туда лазерный импульс. При этом коротенькие атосекунды импульсы они изображены синим, вон они появились, фокусируются в одной точке. Очень интересно, что эта точка бежит в соответствии с металлой скорочкой. И в этой точке достигаются гигантские поля атосекунды пильм. Вот эти поля мы сейчас с вами оценим и увидим, что мы в общем имеем хороший шанс приплицем в коврочный момент. Ну, вот еще раз вам покажу потому что лучше, как известно, увидеть, чем услышать. Надеюсь, что вы даст. Увидимся. Итак, это выглядит следующим образом. Темтосекундный импульс падает на парапланический профиль. Посмотрите, вот эта вот пружина работает в каждой точке этого профиля и с каждой точки выпрямлен импульс. Импульс атосекундный в виде сходящейся волны идут и сходятся в точку. Сейчас вы видите момент первого. Значит, вот этот момент появления гигантского поля. Значит, вот это самая интересная сейчас схема генерации атосекундных пильмусов и через несколько минут прийти репортаж в лаборатории, в которой, я надеюсь, через некоторых через несколько лет такой механизм генерации гигантских атосекундных пильмусов будет реализована. Но, я отличал оценку. Оценка вот какая. Значит, конечно, чтобы приблизиться вот к этому полю швингера, а что такое поле швингера? Я сказал, что такое по величине это поле соответствует интенсивности около 10 в 30 ватт на сантиметре квадратных. Что мы имеем сегодня? Мы имеем следующие следующие величины. Давайте я тогда просто скажу это. Значит, поле, которое разрывает атом водорода по интенсивности около 10 в 16 ватт на сантиметре квадратных. Максимальные поля, достигнутые в эксперименте, в том числе лаборатории, о которой пойдет сегодня речь, 10 в 22 ватт на сантиметре квадратных. Это интенсивности такие. То есть поля на 3 порядка больше, чем поле на 1-й год. Боле швингера должно быть приблизительно еще на 2-й год. Проявление этого поля швингера следующее. Точно так же, как реализация атома водорода при попадании вот такого атосекундного икруса в точку фокуса, то, что мы с вами видели, если лазерный икрус падающего смешения имеет мощность 200 ватт, это больше. На смысле? Сейчас вы работали на новом диеталатном на заводе. Поля атосекундного икруса, которые появляются, имеют в силе действия на 28-28 метров квадратных. То есть вот в этом эксперименте, пока мысленном, мы сможем сгенерировать около 10-ти 9-й электрон-позитронных пар из ничего, из настоя виска. вот это, пожалуй, наверное, самое такое интересное предсказание, которое в современной атмосекундной физике и в физико-экстративной полете имеется. Ну и значит, я не буду говорить по запятой секунды этот механизм позволяет выключить импусы в ходе до 1-ой астрии, то есть стучаться уже в запятой секунды, диапазон. И, наконец, вот эта вот шкала, которую я рассказал словами, шкала настоящего и будущего. Сейчас мы с вами находимся в области до 10-22-й вакуста метр-квадратных. Самые мощные метр-квадратные позволяют включать вакуумы. И ведутся эксперименты. Будущее это больше 10-22-й. Винтер-квадратное поле это утверждение устойчиво из вакуума. Ну, мы хотели бы получить поля по крайней мере где-то в высоте. Теперь, как мы это будем делать? Многие из вас слышали, что люди в городе мы надеемся будет строиться самый мощный ревелайзер. Этот лазер или, как говорят, современная лазерная инфраструктура называется XSENSE. По-английски это X-Avacenter город 3-2 из-за XSENSE. Значит, это комплекс, в котором будет 12 каналов лазерного исключения. каждый из которых будет развивать битву мощности около 15 петоватт. Значит, в целом, мы планируем включить до 200 петоватт. И эти 200 петоватт и будет вот 100-200 раз больше петоватт. Как сейчас достиг в эксперименте тот самый петоватт, который позволит работать в физике экстремально цитровой болезни. Ну и давайте я сейчас на этом закончу. Мы перейдем к фильму, если можно показать фильм. репортаж в лаборатории, чтобы как-то это большинство не реально. И на самом деле реальность очень близкая. По крайней везде времени и предвидения. А в пространстве в вот эта лаборатория, в которой происходит как раз расположено отсюда, наверное, метров 300. Эта лаборатория расположена во все причастия от того что создает государственную дату в институте. Если вы пойдете в русский выходить не со стороны безумия, а со стороны бездетской, то там есть код научно-образовательного центра. Дверь такая широкая. Значит, код научно-образовательного центра испана расположена ну, чтобы вы думали, я думаю, что с трех раз не отгадались. расположены по купирушам. И тут строился в эсмотской в конце 70-х годов, 80-е годы, и тогда требованием было обязательное наличие по купирушам, которое позволяло в случае армутной атаке разместить по-моему, 400-400 человек. Это подседное помещение, хорошо оснащенное. Главное для нас то, что они имеют очень большую радиационную защиту. Понятно, что радиационная защита от внешнего воздействия. Если есть прорывающий паспорт снаружи, то мы внутри остаемся чуть дольше метронов. Лаборатория, в которой генерируются экстремальные световые поля, является опасностью изнутри для того, кто находится снаружи. Для нее нужна точно такая же радиационная защита, которая едет в пункт убежища. И нам удалось, поскольку в то время, когда эта лаборатория строилась, мы жили с дружкой с нашими официальными так сказать соперниками, что в общем, а зачем нам пункт убежища? Потому что построено там из-за ландшин. Довольно что нам удалось власть. Поэтому репортаж в пункт убежища институты в ландшинстве. Может включать сначала фирму. Меня зовут Слава Александр, я в саду в институте и сейчас спускаюся в Северная северная института. На этой идее находится мощнейшая института и постсоветского пространства лазерный полк эксперт. Наконец свободу в помещении бывшего рома убежища, что обеспечивает высочайший уровень традиционной защиты. Но сейчас уже не внешне излучения, исключение, которое взянули. просто так попасть в помещение никто не может, поэтому нам придется переодеть кардирую, перерывая со скрином для центра в следующей операции. Ну вот, присутствует. И вот на данный комплекс. На данный комплекс первых работает по принципу усиления черпированных института. Это значит, что у нас неизбежье двигателя. Который продает инфлексы в очень маленьком макриотоде в нож коробках. После этого аналитического по отмаз стретча. Аналитический стретча где расстегивалось по времени в 50 тысяч раз. Это делилось для того, чтобы лазерный инфульс впоследствии усилили расслужив оптические лимнии. Расстегивый инфульс усиливается энергией в несколько десятков джав. Для этого энергия из лимнии перекачивается в сигнальный инфульс в минимальном листах. Для того, чтобы происходило эффективное перекачивание энергии, необходимо, чтобы сигнальный инфульс на звездом. Далее растянутся уже довольно мощный инфульс поступает в компресс, где сжимается обратно в 40 секунды в 50 тысяч раз. и 50 раз в м после компрессии мощность глазарного инфульса достигает залитой цифры 056 в 20 раз больше, чем мощность цифры расстаться и зеркалей. Чтобы удержать контору на свой мощный инфульс, он приходится идти на разное мещение. Мы разбирали контору инфульса до 20 сентября. Но даже это не очень помогает. Инфульс не может проходить через отечественные инфульсы, он не может распространяться даже по воздуху. Поэтому компрессор приходится делать вакуумным, а транспортировать инфульс дальше приходится только по гранатическому пакуумным трубам. А после того, как влаза этой инфульс пакетает апрессор начинается событий, но для того, чтобы это увидеть, нам придется снова реализировать. И вот мы экспериментально рекомендуем. Надо выбрать вступать в этой трубе еще же дайдент, где включились при помощи на своем гранатическом воздухе. Деток попьет размер высокой лазерной поля достигает инфульсности 10-20 сфорок в системе преподателя. Такой инфульсности недостаточное поведение широкого спектра скорейного паузы. Есть мобильный ускорение электронов, ускорение проводов, генерации пучков электронов, генерации жесткого рентгена и даже гамма излучения. Причем основные лазерные лазерные источники частиц излучения могут подробнее параметры и даже предисходить аналогичные источники для сроков классических устойений. В этой самой рентгене мы уже проводили современные регерации ускоренных электронов, регерации проходов. Вы представляете, что при помощи блоконов можно пытаться лечить оперативную ракуруруру. В ближайшее время мы поднимемся экспериментом на лодородной островите. Мы будем пытаться моделировать стратегические джайперы как интересные процессы как присоединение мобильных линий, окрестные вещества в порядке звезд и черных дыр. Также мы поднимемся экспериментом о моделировании условий инноциализации ракуровного синтеза. У меня очислялся возможно просто запах алмаз. Раз раз мы с вами написано все и наверно можно спросить если они там сейчас на связи сказать работает можно ребят поспрашивать пока подключение идет можно поспрашивать вектора у кого есть вопросы у меня есть вопрос вообще что-нибудь понятно можно возможно возможно как-то использовать при получении огромных количества энергии ну как люди подседневной жизни как электростат подседневной энергии и и в общем в этом как раз и идея что с достаточно небольшими энергиями можно получать огромные поля когда вы говорите о энергиях больших то для больших энергии вот такие короткие импульсы могут использоваться только в качестве метрости пускового механизма например когда я говорил о быстром полу термоэрной реакции то там есть энергии сидящие в химической энергии которая сидит в связи и если вы запускаете процесс реакции которые там то это в некотором смысле использования мощных коротких импульсов для энергии взятия вообще мы очень хотели бы очень хотели бы может быть вот здесь на полоске сидит чтобы мы с вами все-таки здесь в Нижнем Новгороде сумели поставить в повестоке не обстраде вопросы связанные с термоэрной энергетики еще дело если говорить о мощных институтах федеральных геоэрного центра и так далее мы все понимаем что их главное предназначение это не энергетика это обороны известно известно что вот этот лазерный комплекс который есть в ливер море он на половину времени используется для моделирования разных ситуаций геоэрной геоэрной бомбе и на половину времени но если мы с вами говорим о энергетике это должен быть очень мощных у нас занятий именно вот интерес энергетических а не интерес моделирования процессов геоэрной бомбе и у нас здесь может сложиться очень интересная операция потому что политех это это организация которая занимается и я занимается энергетикой мы можем принести вот эту нашу лазерную мощность лазерных иммульсов и я думаю что совершенно ваш вопрос который вы задавали он можно оказаться и вполне западным ну еще раз приглашаем вас присмотреться к тому соглашению как он подписан и не может быть мы найдем здесь экзиастов которые уже в этом году могут прийти вот планируется что у нас будет место магистратских мест уже с этого года может быть кто-то там из других перейдет на работу магистрскую на базу камеры в нашей инструкции и с этим хорошо спасибо теперь давайте вопросу Александру Соловьеву который сейчас находится прямо на установке что вы хотите узнать о самом мощном лазере который у нас есть в непосредственной окрестности от нас пожалуйста спрашивайте ну давайте я спрашиваю первый вопрос Александр Александр вы слышите меня слышно скажите пожалуйста не страшно вам находиться и во всех ходить в этот пункт нет все хорошо давайте еще вопрос пожалуйста здравствуйте если можно книга словно здравствуйте у меня вот такой вопрос сколько включить нажмите для роботов здравствуйте я даю вопрос сколько человек нужно для того чтобы поддержать его в какой-то способном состоянии для того чтобы поддержать лазер в работоспособном состоянии сколько его обслуживает для того чтобы лазер работал активно нужно раз посчитать раз два три четыре пять человек вот в случае какого-то курса мажора нужно еще пять ну и много много технических красонавр но тем как эта лаборатория которая у нас работает причем сейчас есть лаборатория которая занимается лазером вот эти мои лаборатории которые занимаются взаимодействием с веществом то есть это две лаборатории но это так и принято когда мы с вами говорили вот о таких вот инфраструктурах то вы предоставляете пользование физикам исключение лазерное то есть они должны быть уверены они покупают так в прямом или переносном смысле лазерное исключение вот в таком-то количестве скажем в течение стративных часов в месяц они пользуются исключением для своих лазерных давайте еще вопросы пока вы думаете а вот мой работает сараб меня слышни вы знаете я пока вас увидел мне что-то налоги сразу с пусином который лазил лазерный лазерный скажите пожалуйста а кстати вчера я услышал еще еще о поле на сумасшедшем проекте о ну фактически таком строительстве аппарата который в в ряду погружаться на полную глубину у меня у меня вопрос вот такой в связи с этим скажите пожалуйста а вот то излучение которое здесь получается ведь оно наверное существенно каким-то образом да наружу вы как изолированы но внутри оно есть насколько насколько просто и или тяжело избавляться вот от этих всех паразитных наводок воздействий и прочее прочее при поведении эксперимента что для этого делается ведь у вас гигантский импульс там разгоняется а в то же самое время мы должны измерять какие-то сумасшедшие маленькие эффекты вот какие здесь есть сложности и такие вот инженерные что ли находит что-нибудь можно сказать ну да можно сказать проблема она существует то есть это отдельная в общем тратится огромное количество времени на поиски на передрях или проводов проще областей тасс что касается нечетных экспериментов чтобы избежать наработок мы стараемся выразиться диагностику которые нечислидны там всякие пленки которые экспонируются и потом можно спокойно без того отследить информацию конечно систи камер входит история туда есть такая проблема но мы обходим постоянно каждый эксперимент это входит чистое инжененных находов кроме приемных средств которые можно не чувствовать просто я не знаю сформулировать по результату вашего ответа что нам нужно не только физики но и инженеры для того чтобы эксплуатировать вот эту мощную схему безусловно нехватка инженеров она очень чувствуется в общем-то чувствуется нехватка инженеров и научных кратств на самом деле у нас круг наших задач монастические мы не справляемся все люди которые успели попасть в рулю которые знают что у него они просто перегружены работой вот и инженеров очень очень демокративо я ответил вам да спасибо еще вопросы у меня вопрос такой вот по моей милиции я услышал что это мазер является самым мощным мазером в мире если я вас то что делает он благодаря чему он говорит ну на настоящий момент это не самый мощный мазер это один из самых мазеров реально ну он даже в 4 раза менее мощный чем чем есть ныне вот что его делает мощным ну это вопрос такой хомосовский конечно разве в 51-м нарубе был заключен в мазер нарублении и энергия и мощность вазерного излучения возрастал до тех пор пока люди не не терпили с проблемом разрушения оптических элементов за то что излучение наступило и после часов разрушения нарублении нарублении двух мин нарублении нарублении излучения ныне нарублении нарублении и сколько надо подготовить процедуру дальше, снова накачивать систему, чтобы сделать второе? Час? Десять? После того, как мы будем активный настрой, мы стрелять его можно раз в 12 минут. Вот это чисто раз вверх, и после, она применяется температурным режимом в базаре-классе, который содержится самым энергетическим. Если стрелять чаще, то мы складываем параметрами значения, складываем мощность, немного тогда отложится отлично. Спасибо, понятно. Еще вопрос, пожалуйста. Какие-то биологические эксперименты выставите? С кем взаимодействуете? Мы провели, да, совсем недавно, в первом биологическом эксперименте, мы пытались на клетки биологические, ну, нам попались почему-то клетки радужные дни. Ну, видимо, это связано с тем, что они в никакой обработке, с них можно легко доставить в араторию, с ними что-то сделать, а потом исследовать, как налить реаловое исключение. Мы обещали в араторе-классе. Это интересно, потому что это не лишь шаг араторе-классе, а это игра, которая пыталась сказать, в крови. У протонов есть пик, и протон с определенными и поглощаются в геологические камеры на тот или ибиле. Вот, с этим связано, как избирательность, которая может сильно повысить качество, чем я, в вашем институте. Мы сделали первый эксперимент, показали, что с нашим матоком, с нашим протономом, мы считаем, как у нас есть, мы можем воздействовать на них. Но, в Уриднаме сказать, много инженеров и научных заражений. В общем, да. Еще вопросы? Еще, давай, последний вопрос. У меня еще, наверное, последний вопрос. Мне сказали, что у вас обороны у меня в значительной степени хуже качества, чем у заграничных ваших коллег, но благодаря каким-то подходам вы успокаиваете его как бы работать лучше, что ли, на лужу? Нет, ну, этот вопрос содержит в себе противоречество. Если оборудование работает больше, значит, оно лучше, чем качество. В этом смысле, конечно, ответ может быть еще другнее, что оборудование – это только часть. Большую часть, конечно, определяют люди, которые работают. И вот, потому что инсал, который сохранился у нас в стране, именно в книжном обороне, позволяет нам получать результаты мирового, даже чуть-чуть выше моря. Хорошо, давайте, пожалуйста, на этой высокой ноте мы закончим онлайн-ключение в лаборатории пироватного лазера. Спасибо, Александр. Вопрос действительно интересный относительно того, как так проживает в Большом Пуслике. Идем, Арканич Казанов, книг политехнического института, не помню, он 91-го года. Это был первый выпускник электротики. Он сейчас заместитель директора института, руководитель отверения, в котором как раз в этой плаве работает. Михаил Юрьевич Гуляев, тоже выпускник первого выпуска храко-металитика в Большом Пуслике. Он сейчас первый директор института. То есть я могу на этих двух примерах сказать, что выпускники политехнического сейчас начинают играть первую роль. Так, еще, пожалуйста. А у меня вопрос. А если переносы заинписованности в плане обучения и утворения по поводу соглашения, куда нужно обращаться к этому поводу? Ну, наверное, проект группы науки, да? Ну, здесь и обучение. Мы, извините, тогда я два слова скажу. Мы действительно 6-го числа на ученом совете такой торжественной установки, такое соглашение подписываться. И, по-моему, сказать, да, это одно из важных, но не единственное направление, где будет взаимодействие, да? И ПАНа, и МГТУ. Поэтому я думаю, что просто на самом деле некая новая вот будет такая вот страничка в наших взаимоотношениях. Нельзя сказать, что их совсем нет. Так, вот так вот. Поэтому, когда вот оно будет подписано, да, то, вообще говоря, мы там определим уже конкретно, да? Ну, в любом случае, да, ну, хотите ко мне, хотите к Ивашкину, да, про электро-пучерную обращаются, а там уже на электро-пучерную обращаются. Хорошо? Главное, главное, главное не теряйтесь. Вы видели, что? Да? Если бы вот был такой фильм, это про весь экран. Про все лаборатории. Ну, я просто немножко больше знаю. Поэтому, поверьте мне, да, это действительно мировую, просто там чрезвычайно интересная ударбурный развод. Это рекорд. Спасибо. Хорошо. Тогда, если вопросов больше нет, мы давайте поговорим Олегу Александру Михайловичу. Я попрошу показать полутораминутный ролик фестиваля наук и искусств и технологий. И если хотите еще побывать на разных лекциях, круглых столах, интересных дискуссиях, заходите на сайт fenest.org, там есть расписание подробное, и вы много еще интересного узнаете. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.